Друзья, рад нашей новой встрече и сразу начну с вопроса. А зачем вообще ОГЭ сдавать на хороший балл? Но ответ вроде бы очевиден, чтобы получить аттестат за 9 классов, ведь надо сдать экзамены на положительные оценки. Ну и что называется, ответ который лежит на поверхности. А если копнуть чуточку глубже, то выясняется, что ОГЭ это отличная репетиция ЕГЭ, которую придется сдавать через 2 года. Ведь по сути форматы экзамены похожи друг на друга. И сейчас у вас есть отличная возможность, чтобы проверить свои силы знаний и решить, какой же экзамен выбрать в качестве дополнительного в 11 классе. Ведь ответственность прямо сейчас не такая высокая. К слову сказать, основная проблема нынешних 11 классников в том, что они не сдавали ОГЭ и не проверили свои силы и знания 2 года тому назад. Тогда им оказалось классным, можно не готовиться, забить на учебу, делай что хочешь. Ведь контроля и спроса нет, так ведь и знаний тоже нет, добавлю ее. А время-то упущено. Первый раз им это улыбнулось в 10 классе, когда провели контрольный срез, а сейчас проблемы усугубились, так как накладывается программа 11 класса. И ребята на моих годовых курсах по ЕГЭ порой задают такие вопросы, что у меня волосы на голове стоят дыбом. Не удивлюсь, если по другим предметам ситуация аналогичная. Делаем вывод. Высокие баллы на ОГЭ это ваш первый шаг к успешной сдаче ЕГЭ. Как я уже сказал, ОГЭ это хорошая тренировка перед ЕГЭ. Готовясь к экзамену, вы научитесь планировать свое время и поймете, как лучше усваивать новую информацию. Ведь чем больше у вас пробелов сейчас, тем сложнее будет в будущем. Начинайте инвестировать время в себя. Закрывайте пробелы. И если вы до сих пор не знаете, с чего начать, начните с самодиагностики. Узнайте свой текущий уровень. Возьмите любой сборник тренировочных вариантов и решите парочку. И сделайте выводы, что получилось хорошо, а что совсем непонятно. Постоянные зрители моего канала знают, что я уже несколько лет использую пособия от издательства национального образования. Я уверен в качестве заданий в этих пособиях. Они полностью соответствуют демо-версии и проходят ежегодную экспертизу в ИПИ. Заказать данный сборник вы можете по ссылке в описании, напоминая, что его подлинность обеспечивается специальными голограммами. Итак, начинаем. Перед нами огромный текст с картинкой. Он у вас на экране. И задача номер один. Пользуясь описанием, определите, какими цифрами на плане обозначены деревни. Заполните таблицу. В бланк ответов перенесите последовательность четырех цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Итак, здесь у нас с вами семь цифр. А задача номер один только четыре деревни. Но я предлагаю разобраться сразу со семьей семьи. Итак, что у нас с вами есть? Цифры вот так выстраиваются. Четыре, три, два, один. И, соответственно, вниз пять, шесть, семь. Ну и давайте внимательно читать текст. Значит, Антоновка на плане обозначена цифра один. Все, сразу определились. Я оставлю здесь букву А. Дальше, значит, собираются ездить в Богданово. Причем можно вдоль реки. Но вдоль реки, понятно, что это мы попадаем в седьмой. Значит, семь это как раз буковка Б. Я пишу одну букву от названия. Уверен, что вы легко восстановите. Дальше, что еще? Есть другой путь. По шоссе до деревни Ванютино. Где нужно повернуть под прямым углом налево на другое шоссе, ведущее в Богданово. Значит, Ванютино у нас с вами как раз будет вот здесь. То есть мы доехали, по шоссе потом повернули налево и по шоссе по-другому доехали до Богданово. Дальше, третий маршрут. Проходит по проселочной дороге мимо пруда до деревни Горюнова, где можно свернуть на шоссе до Богданово. Так, значит, мимо пруда до деревни Горюнова, это получается шесть Горюнова. Хорошо, четвертый маршрут. То есть смотрите, сколько населенных пунктов, сколько маршрутов. До деревни Доломино, от Доломино до Горюнова по проселочной дороге. Вот она Горюнова, значит, смотрим, где проселочная дорога. Она из пункта номер три. Значит, пункт номер три, это как раз на букву Д Доломино. Так, еще один маршрут, уже пятый по счету. Можно запутаться в этих маршрутах. По шоссе до деревни Егорки. Ну, соответственно, Егорки, методом исключения, это номер два. И от этих Егорок, мимо конюшни, до Жилина. Значит, Жилина, методом исключения, номер пять. Все, я почти все сделал. Теперь осталось только задачу номер один решить. И вот теперь у меня есть Богданово, Горюнова, Доломино и Егорка. Богданово, где у меня Богданово-то? А, номер семь. Горюнова, номер шесть. Доломино, номер три. И Егорки, номер два. Значит, правильный ответ. Семь, шесть, три, два. Задача номер два. Здесь условие такова. Найдите расстояние от Антоновки до Богданово по прямой. Ответ дайте в километрах. Но прежде чем искать это расстояние, я проделаю еще одну дополнительную работу. Вот у нас в вами схема. Теперь желательно знать расстояние между населенными пунктами. И поехали смотреть. Значит, от Антоновки до Доломино 12 километров. Значит, вот этот отрезчик длиной 12. Хорошо, от Доломино до Егорки 4. Значит, вот здесь 4. А раз от пункта Д до пункта А 12, значит, получается, что вот это расстояние 8. Дальше, от Егорки до Ванютина 12. Так, значит, 4 забрали, осталось 8. Следующий, от Горюнова до Ванютина 15. Вот этот отрезчик 15. Пока ничего не знаю. От Ванютина до Жилина 9. Ага, вот это 9. А раз от В до Г 15, значит, здесь остается 6. И еще от Жилина до Богданова 12. От Жилина до Богданова 12. Здесь 6, значит, здесь тоже 6. Ну вот, теперь это мне пригодится для всех последующих задач. И теперь я вспоминаю вопрос. Найдите расстояние от Антоновки до Богданова по прямой. То есть найдите гипотенузу прямоугольного треугольника. Ну хорошо, я даже могу этот треугольник нарисовать. Вот он. Тогда, что я говорю? У меня катеты 6 плюс 6 плюс 9, это сколько? 21. 8 плюс 4 плюс 8, это 20. Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Гипотенузу я обозначил боковкой Х. Ну и спокойно решаем. 441 плюс 400 равняется Х квадрат. 841 это Х квадрат. Ну а откуда Х? Это просто 29. Значит, расстояние по прямой 29 километров. Задача номер 3. Сколько минут затратят на дорогу Таня с дедушкой из Антоновки в Богданово, если поедут через Егорку и Жилино мимо конюшня? Вот интересный маршрут они выбрали. Давайте посмотрим. Значит, из Антоновки едут через Егорку, через Жилино и вот сюда в Богданово. Значит, мы проезжаем сначала 8 километров по шоссе. Значит, наша скорость 50 км в час. Дальше мы едем вот это расстояние от Е до Ж. Ну, это надо еще посчитать, да? Я сейчас посчитаю. А потом от Ж до Б. Ну, я буквами только первыми обозначил. Там 12 километров будет. И снова скорость будет 50 км в час. А здесь скорость будет 30 км в час. Ну и предварительно еще требуется найти это расстояние. Ну, вот не самая приятная задачка в начале пути, но придется решать. Итак, от Е до Ж. Значит, катеты здесь какие? 4 плюс 8, 12 и 9, соответственно. Считаем. 12 в квадрате плюс 9 в квадрате. Это, ну, давайте я обозначу букву в КХ. Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотезы. Теоремя Пифагора нас выручает. Здесь 144 плюс 81 это Х в квадрат. Значит, дальше 225 это Х в квадрат. Значит, наш Х это 15. Значит, здесь еще 15. Это все в километрах. А это скорость в километрах в час. Значит, что мы с вами должны? Время найти. Как находится время? Мы делим расстояние на скорость и получаем это время. Но здесь у нас будет 3 кусочка. Значит, придется 3 времени находить. Значит, общее время. Давайте я Т большое обозначу. Первое 8,5. Дальше 15,3. И последняя дробь 12,5. Ну, здесь напрашивается первую из последней дроби сразу сложить. Это будет очень удобно. 8 плюс 12, 20,5. А вторая дробь сократима на 15. Получаем плюс 1,2. Значит, первая дробь сократима на 10. 2,5 плюс 1,2. Ну, здесь уже арифметика на уровне 6 класса. Приводим к изуменателю 10. 4 плюс 5, 9,10. 9,10 чего? Часа. Ну, теперь в минуты надо перевести. Попросили найти в минутах, сколько времени потребуется. Значит, нужно умножить на 60. 9,10 умножить на 60. Сократили на 10. 9 и 6. Таблица умножения 54. Чего? Минуты. Ну, все. Задача решена. Таня с дедушкой потребуется 54 минуты. Итак, вы видите, что мы с трудом продираемся сквозь этой первой задачи. То ли здесь алгебра, то ли геометрия, то ли реальная математика. В общем, чтобы справиться с этими заданиями, нужно знать всю математику сразу. Можно, конечно, освоить ее самому. А можно обратиться за помощью. Например, в Ломановской школе. В этом году мы все занятия проводим на новой обучающей платформе. И в одном месте вы найдете все сразу. И расписание, и занятия, и домашки, и учебный чат, и менторов. В общем, все, что вам пригодится для экзамена. Подробности по ссылке описания. Обсоединиться вы можете в любой момент времени. Задача номер 4. За какое наименьшее количество минут Таня с дедушкой могут добраться из Доломино в Горюново? Давайте посмотрим. Вот Доломино, вот Горюново. Можно поехать по шоссе. Так, а еще здесь есть прямая дорожка. Прямая дорожка мимо конюшни. Давайте я ее нарисую. Значит, у нас с вами два варианта пути. Ну, давайте начнем с первого. Значит, мы едем по шоссе. 8 километров, 9 километров и еще 6 километров. То есть наш путь 8 плюс 9 плюс 6, это будет 23 километра. Со скоростью 50 километров в час. Значит, мы потратим здесь время. Давайте Т1 обозначим. 23,5. Ну, соответственно, часа, да? Часа можно перейти в минуты. А здесь как раз наименьшее количество минут. Хорошо, тогда давайте сразу перейдем в минуты. Умножим на 60. Здесь на 10 можно сократить. И получается, что 23 надо умножить на 6 и поделить на 5. 120 и 18, 138. Соответственно, делим на 5. Получаем сколько? 27,6. Это уже минута. Второй маршрут. Второй маршрут таков, что мы по прямой, то есть по гипотенузе, будем передвигаться со скоростью 30 километров в час. Ну, хорошо. Значит, здесь катеты какие? 8 и 9 плюс 6, 15. Значит, для начала теория Пифагора. Уже третий раз мы ее применяем. 8 в квадрате плюс 15 в квадрате. Это будет х в квадрате, где х это как раз гипотенуза. 64 плюс 225 это х в квадрате. Значит, 289 это наш х в квадрате. Значит, наш х это 17. Мы должны преодолеть 17 километров со скоростью 30 километров в час. Значит, время номер 2 это будет 17 тридцатых чего? Часа. А в минутах, соответственно, 17 тридцатых умножить на 60. Ну, здесь удачно на 30 сокращается. 17 умножаем на 2, получаем 34 чего? Минуты. Сравниваем. В первом случае 27,6 минуты. Звучит немножко странно, но так оно и есть. А в втором случае 34 минуты. Что меньше? Конечно же, 27,6. Задача номер 5. На проселочных дорогах машины дедушки расходят 8,2 литра бензина на 100 километров. Известно, что на путь из Антоновки до Богданово через Звонютино и путь напрямик ей необходим один и тот же объем бензина. Сколько литров бензина на 100 километров машины дедушки расходят по шоссе? Итак, давайте посмотрим. По шоссе, это значит, мы едем сначала от А до В, а потом от В до Б. Ну, давайте посчитаем километраж. 8 плюс 4 плюс 8 это 20. Кстати, мы это уже считали один раз. И 9 плюс 6 плюс 6 это 21. Значит, мы получаем 41 километр. Это по шоссе. Так, а напрямик мы с вами выясняли, что тут было 29 километров. 29 километров это, соответственно, проселочная. Ну, теперь давайте смотреть. Значит, 8,2 литра бензина это на проселочной дороге. Значит, мы проезжаем 29 километров. Сколько, интересно, бензина мы будем расходовать? Ну, ответ такой. 29 умножить на 8,2 и поделить на 100. Вот столько бензина мы будем расходовать, да? Соответственно, теперь вопрос, а сколько же на шоссе? Ну, ответ простой. 41 умножить на какое-то количество х литров и поделить на 100. И выясняется, что это одинаковое количество бензина из расходного. Значит, дроби эти равны. Причем, знаменательные у них равны. Значит, и числители тоже равны. То есть мы получаем, что 29 умножить на 8,2 это есть 41х. Ну, а откуда сам х? Это просто 29 умножить на 8,2 и поделить на 41. Ну, здесь 82 шикарно делится на 41. Получается 2. Ну, а поскольку у нас не 82, а 8,2, то тогда мы получаем 29 умножить на 0,2. Это все равно, что поделить на 5. Получаем 5,4. Ну, это подозрительно выглядит, да? 29 все-таки умножить на 2, это 58. Значит, 5,8, и это правильный ответ. Итак, первые 5 сюжетных задач остались позади. Мы потратили достаточно много на них времени, а вот сейчас будет намного легче. Смотрите и убеждайтесь в этом. Здесь разность в знаменателе имитара находится. Это будет минус на 0,3. Дальше плюс на минус дает минус. И запятую передвигаем на один знак вправо и в числителе, и в знаменателе. Ну, и дальше поделить на 3 одно удовольствие. Сразу получаем правильный ответ. Минус 24. Задача номер 7. Вопрос. Между какими целыми числами расположена дробь 170 девятнадцатых? Все, что нужно сделать, это выделить целую часть. Смотрите. 19 умножить на 10, это 190. А теперь 190 уменьшаем на 19, получаем 171. А значит, поскольку 170 меньше, чем 171. Выделяем целую часть и получаем, что это есть 8 целых. И 18 девятнадцатых. Теперь вопрос. Между какими целыми числами расположена наша дробь? Легко получить ответ на этот вопрос. Между числами 8 и 9. А значит, правильный вариант ответа номер 1. Задача номер 8. Найти значение такого выражения, если известно, чем равны x и y. Давайте посмотрим. Нам нужно извлечь корень из каждого множителя. Корень из 1,25, это 1,5. Корень из x в 4, это x во второй степени. А корень из y в 8, это y в 4 степени. Все теперь подставляем вместо x, соответственно, пятерку. А вместо y, это двойка. 5 в квадрате. Здесь это означает, что мы 5 умножим на 5. И один раз пятерку сокращаем, получаем просто 5. А 2, ой, извините, здесь в 4 степени, это просто 16. Ну и теперь получаем ответ 80. Задача 9. Требуется решить такое уравнение. Уравнение линейное решается совсем просто. Собираем все x в левой части, 8x плюс 2x, а числа в правой, минус 5 и минус 7. Слева 10x, справа минус 12, а теперь x, это минус 12 разделить на 10. И сразу получаем ответ. Минус 1,2. Задача номер 10. В среднем из каждых 60 поступивших в продажу аккумуляторов, 51 аккумулятор заряжен. Найдите вероятность того, что в выбранном магазине на удачу аккумулятор не заряжен. Вспоминаем, что вероятность этой отношения числа благоприятных сводов к общему числу сводов. У нас всего 60 аккумуляторов, но теперь мы хотим найти незаряженные. А сколько их? Ответ. 60 минус 51. А значит мы получили дробь 9,6. Сокращаем на 3, получаем 3,20. Теперь давайте на 5 домножим числитель и знаменатель. Получаем 0,15. Как произнесли, так и записали ответ. 0,15. Задача номер 11. Я условую вас на экране. Здесь три параболы и, соответственно, три набора коэффициентов. Давайте вспомним, какой коэффициент за что отвечает. Коэффициент А отвечает за направление ветвей. Если он положительный, значит ветвый направленный вверх. А если отрицательный, значит ветвый направленный вниз. И, соответственно, коэффициент С это ордината, точки пересечения, оси ординат, собственно, и нашей параболы. Теперь давайте смотреть. График А. Ветвый направленный вверх, значит коэффициент А положительный. И парабола пересекает ось ординат ниже оси абсцис, а значит С отрицательная. А больше нуля, С меньше нуля, это вариант номер 3. Значит А это 3. Парабола В. Ветвый направленный вверх и парабола пересекает ось ординат в точке, лежащей выше оси абсцис, значит А и С оба положительные, это вариант номер 2. Ну и, соответственно, парабола В. Здесь ветвый направленный вниз, значит А отрицательный, это вариант номер 1. Значит, правильный ответ 3, 2, 1. Задача номер 12. Радиус, вписанный в прямоугольный треугольник окружности, вычисляется по формуле r равно a плюс b минус c пополам, где a и b это катеты, c гипотенуза. Пользуясь этой формулой, найдите c, если a 20, b 21 и r равно 6. То есть можно было бы посчитать и потерями фагора, но нам предложили другую формулу, а именно r равняется a плюс b минус c поделить на 2. И сказали, что a это 20, b 21, r это 6. Давайте напишем, 6 равняется 20 плюс 21 минус c и поделить на 2. Но давайте найдем c. Итак, домножим обе части данного равня на 2, получим, что 12 равняется чему? 20 плюс 21 это 41 и минус c. c переносим в левую часть, 12 переносим в правую часть, 41 минус 12 это 29. Все, таким образом, гипотенуза найдена, она равна 29. Задача номер 13. Дано неравенство и 4 возможных варианта ответа. Нужно найти правильный. Давайте аккуратно решим данное неравенство. Замечаем, что можно x вынести за скобку. Выносим и скобка будет 5 минус x и произведение двух неравенствий больше 0. А дальше просто мета интервалов. Первый неравенствий равен 0 при x равен 0. Второй неравенствий равен 0 при x равен 5. Ну и дальше выставляем знаки на промежутках. Берем число больше 5, например, 6. 6 умножить на минус 1 число отрицательное. Между 0 и 5, например, 2. 2 умножить на 3 число положительное. И меньше 0, например, минус 1. Минус 1 умножить на 6 это число отрицательное. Что мы берем? То, что больше 0. Вот наш ответ. От 0 до 5. Теперь находим его в списке ответов. И видим, что правильный. Под номером 2. Задача 14. В ходе биологического эксперимента в чашку Петри с питательной средой поместили колонию микроорганизмов массой 3 мг. Каждые 20 минут масса колонии увеличивается в 3 раза. Найдите массу колонии микроорганизмов через 80 минут после начала эксперимента. Ответ дайте в миллиграммах. Давайте зафиксируем. Значит, в начальном моменте времени, то есть пока прошло 0 минут, есть 3 мг. Ну, давайте здесь T, а здесь M, то есть время и масса. Каждые 20 минут, это значит, что отсечки будут такие 20, потом 40, потом 60 и потом, соответственно, 80. Увеличится в 3 раза. В 3 раза, это значит, что 3 умножить на 3, получим 9. 9 умножить на 3, получим 27. 27 умножить на 3, 81. И 81 умножить на 3, 243. Все, мы получили ответ 243 мг. Ну что ж, задачки Палкбери просто мимо пролетели и теперь геометрия. 15 номер. В треугольнике АВС известно, что АВ это 5, ВС это 10, АС 11. Найдите косинс угла АВС. На что намекает на теорема косинсов. Все стороны известны, а нужно идти косинс какого-то угла. Косинс угла В, значит, мы пишем теорему косинсов для стороны АС. Итак, АС квадрат, это есть АВ квадрат, плюс ВС квадрат, минус удвоенное произведение АВ, ВС и, соответственно, косинс угла В. Здесь мы знаем длину всех сторон. Давайте подставлять. АВ это 5, дальше ВС это 10 и АС это 11. Ну и, собственно, осталось только этот косинс найти. Так, здесь будет 2 внуш на 5, внуш на 10 и внуш на косинс В. Ну и давайте аккуратно считать. Значит, здесь 121, а здесь 25 и 100 это 125. Ну а здесь 2 внуш на 5 это 10, еще на 10 это будет 100. Минус 100 косинсов В. Переносим 100 косинсов В в левую часть уравнения. 121 вправо, здесь получаем 4. Ну и отсюда косинс В легко находится. Нам нужно разделить 4 на 100, то есть получить 4 сотых. Так и запишем. 0,04. Задача номер 16. Здесь важен чертеж и условия. Через точку А, лежащую вне окружности, проведены 2 прямые. Одна прямая касается окружности в точке К. Другая прямая пересекает окружность в точках В и С. Причем АВ это 4, АС это 64, а требуется найти АК. Но мы с вами помним, что на экзамен циркуль приносить нельзя. А чертеж желательно сделать самостоятельно. Давайте попробуем. Итак, вот окружность. А, соответственно, вот касательная. Ну и вот секущая. Все, вот такой чертеж получился. Теперь показываем, где какие точки. А, В, С и вот здесь К. Ну и, соответственно, что мы знаем? Мы знаем АВ это 4, АС это 64. И здесь работает замечательная теорема о касательной и секущей. Касательная АК, секущая АС. И мы с вами знаем, что квадрат касательной, это есть произведение внешней части секущей на всю секущую. И как раз АК мы хотим найти, а АВ и АС мы с вами знаем. Ну и все, задача решена. Здесь, смотрите, можно даже сразу извлекать корни. Получаем, что АК это есть 2х8. То есть АК равно 16. Задача номер 17. Основания трапеции равны 8 и 18, а высота равна 5. Найдите среднюю линию этой трапеции. Но мы с вами должны помнить свой со средней линией. Она равна полусумме оснований. Вопрос, зачем высота? Ответ, она здесь просто не нужна. Итак, средняя линия равна полусумме оснований. 8 и 18 мы складываем в числителе делим на 2. 26 делим на 2 и получаем сразу ответ. 13. Задача 18. Для младших школьников. На клетчатой бумаге с размером клетки 1х1 изображена фигура. Найдите ее площадь. Нужно пересчитать количество клетчик. И в комментариях, пожалуйста, напишите, за сколько секунд вы справитесь с этой задачей. Я начинаю считать 3 в первом ряду, 4 во втором, 3 в третьем, 1 квадратик в четвертом ряду, 3 в пятом и 5 в шестом. Сколько всего у меня получилось? 19. Пишу правильный ответ и жду ваши комментарии. О задаче 19. Какие из следующих утверждений верны? Первое. Длина гипотенузы прямоугольного треугольника меньше суммы длины его катетов. Это в любом треугольнике. Любая сторона меньше суммы двух других. Значит, первое утверждение точно верное. Показываю это. Второе утверждение. В тупоугольном треугольнике все углы тупые. Но это неверно, потому что если бы это было так, то сумма углов треугольника была бы больше, чем 270 градусов. Чего, конечно, не бывает, потому что сумма углов любого треугольника равна 180 градусов. Значит, второе утверждение неверное. Третье утверждение. Средняя линия трапеции равна полусумме ее оснований. Возвращаемся к задаче номер 17. Именно так мы с вами ее и считали. А значит, третье утверждение верно. Верных два. Первое, третье. Поэтому ответ 13. Ну что ж, первая часть осталась позади. Переходим ко второй. И перед нами модуль алгебра. Вопрос. А кому нужно изучать эти задачи? Ну, ответ очевиден. Тем, кто претендует на пятерку. И это, конечно, верно. Но и тем, кто претендует на четверку, я бы тоже рекомендовал их изучать. Почему? Мы с вами убедились, что первые пять сюжетных задач непредсказуемы. И там можно потерять свои баллы. А вот здесь их можно набрать. И если вы готовы освоить материал самостоятельно, вы молодцы. А если нужна помощь, обращайтесь. Присоединиться к готовому курсу вы можете в любой момент времени. В этом году все занятия проводятся на новой обучающей платформе Ломоносовску. Подробности по ссылке в описании. Ну, а что же под номером 20? Здесь обычно или уравнение, или равенство, но в данном случае система из двух уравнений. Причем, заметим, во втором уравнении есть дробь. А значит, мы с вами должны сразу же сказать, что знаменатель этой дроби, то есть х плюс у минус 13, ни в коем случае не равно 0. Но понятно, что отсюда мы х и у не найдем. Значит, надо посмотреть, а что же в первом уравнении? А в первом как раз все хорошо. Там произведение двух умножителей равно 0. Значит, либо первый умножитель равно 0, либо второй. То есть здесь возможны два варианта. Либо х минус 8 равно 0, либо у минус 9 равно 0. Но в первом случае получаем, что х равен 8. И если х равен 8, то сразу же подставляем во второе уравнение и получаем следующее. у минус 5 разделить на 8 плюс у минус 13 равняется 4. Тогда мы получаем здесь, что у минус 5 разделить на у минус 5 равно 4. Но у нас в числителе и знаменателе одно и то же выражение. Мы получаем, что 1 равно 4. Но это, разумеется, неверно. А раз это неверно, то первая ситуация просто невозможна. Вторая ситуация. у минус 9 равно 0. Значит, у равен 9. И этот у подставляем во второе уравнение. Получаем 9 минус 5 в числителе. А х плюс 9 минус 13 равняется 4. В числителе 4 в знаменателе х минус 4. И наша дробь равна 4. 4 мы делим на что-то и получаем 4. Но очевидно, что мы делим на 1. А значит, х минус 4 равно 1. А значит, сам х равен 5. Все. Ну, почти все. Осталось сделать проверку. Что найденные х и у вот этому условию удовлетворяют. Но это проверяется легко. 5 плюс 9 это 14. 14 минус 13 это 1. Не равно 0. Все замечательно. Можно писать ответ. Помню, что во второй части ответы во всех задачах обязаны. Ну и поскольку здесь система, значит у нас с вами должна быть пара. А именно такая. Сначала х, то есть 5. А потом у, то есть 9. Задача полностью решена. Задача 21. Текстовая задача на движение. Итак, расстояние между пристанями А и Берно 45 километров. Из А в Б по течению реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая, прибыв в пункт Б, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени плот проплыл 28 километров. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 4 километра в час. Что мы хотим найти? Скорость лодки в неподвижной воде. Знаем ее? Нет. Значит, давайте сразу обозначим букву Х. Итак, пусть Х это собственная скорость лодки. Скорость лодки. Ну или все то же самое, скорость лодки в неподвижной воде. Теперь давайте запомним табличку. Скорость, время и расстояние. Плот. Плот у нас плыл с какой скоростью? Со скоростью течения, а скоростью течения 4 километра в час. Проплыл 28 километров, ну а тогда очевидно, что он в пути было ровно 7 часов, да? 28 поделили на 4, получили 7. Теперь лодка. Она плыла в одну сторону, вниз по течению, а потом, соответственно, вверх по течению. И в первом случае ее скорость была Х-4, течение помогало. В втором случае Х-4, течение мешало. И в ту и в другую сторону лодка проплыла по 45 километров. И, соответственно, времени затратило. В первом случае 45 мы делим на Х-4. В втором случае 45 мы делим на Х-4. И что теперь? Осталось составить уравнение. И, собственно, тетет Х. Причем, смотрите, лодка выплыла на час позже. А значит, в пути, в пути, время лодки, да? Время лодки. Это будет время плота минус 1 час. То есть 7 минус 1, это 6. Вот это уравнение легко составляется. По течению лодка затратила 45 разит на Х плюс 4 времени часов. Против течения 45 разит на Х минус 4. И в итоге получилось 6. Все, уравнение осталось его решить. Приводим к общему знаменателю дроби. Получаем 45 умножить на Х минус 4. Плюс 45 умножить на Х плюс 4 в числителе. Х плюс 4 умножить на Х минус 4 в знаменателе. И эта дробь равна 6. Значит, раскрываем скобки. Здесь будет 45Х. И здесь еще 45Х. Это будет 90Х. Значит, здесь 45 умножить на 4 со знаком минус. А здесь 45 умножить на 4 со знаком плюс. Они просто взаимо уничтожаются. И в знаменателе разность квадратов. Х квадрат минус 16 равняется 6. Но давайте заметим, что можно обе части уравнения сократить на 6. А значит, считать будет легче. И так получаем, что 15Х разделить на Х квадрат минус 16. Это просто 1. Значит, числитель и знаменатель просто одинаковые. Х квадрат минус 16 равняется 15Х. И 15Х переносим в левую часть уравнения. Ну и давайте попробуем по теорием Винетам найти корни. Значит, их произведение должно быть равно числу минус 16. А сумма, соответственно, числу 15. Ну, отсюда очевидно, что 1 с корнями это просто число 16, а другой минус 1. Ну, минус 1 не подходит по смыслу задачи, потому что скорость не может быть отрицательной. Осталось только написать ответ, потому что единственный подходящий ответ это 16. 16 чего? Километров в час. Задача номер 22. Постройте график данной функции и определите, при каких значениях M прямая Y равна M имеет с графиком ровно 3 общие точки. Давайте я это зафиксирую, чтобы не забыть. Итак, Y равно M и у нас будет 3 точки. Ну, хорошо. Что я увидел? Я увидел модуль, который мне, конечно, не нравится. Значит, я должен его раскрыть по определению. И я должен посмотреть на подмодульное выражение. Это X плюс 2. Оно может быть положительным и отрицательным. И, конечно, равно 0. Но если оно равно 0, это как раз и будет ровно одна точка, в которой и происходит перемена знака. А значит, я должен рассмотреть 3 случая. Случай первый. Случай первый, когда X плюс 2 строго больше 0. Случай второй, когда X плюс 2 равно 0. И случай третий, когда X минус 2 меньше 0. Ну, в первом случае получается, что X больше минус 2. Во втором случае X в точности равен минус 2. И в третьем X, соответственно, меньше, чем минус 2. Поехали. В этом случае Y будет равен чему? 4X плюс 8. Минус X квадрат, минус 3X и минус 2. То есть минус X квадрат. 4 минус 3 это 1. И, соответственно, 8 минус 2 это 6. Здесь X конкретный. Значит, мы просто считаем Y. Модуль равен 0. Дальше будет, соответственно, минус 4 плюс 6 и минус 2. Это в точности будет равно 0. А дальше Y будет равен чему? Здесь минус 4X минус 8. Минус X квадрат, минус 3X и минус 2. То есть минус X квадрат. Минус 4 и минус 3 это минус 7. И, соответственно, минус 8 и минус 2 это минус 10. Здесь давайте я сделаю вот что. Я вынесу знак минус за скобочку. Останется X квадрат минус X минус 6. И разложу на множители. Значит, какие здесь корни? По теоремии это давайте их угадаем. Произведение минус 6, а сумма плюс 1. Это значит, что тройка и минус двойка. Значит, здесь будет X минус 3 и X плюс 2. Здесь понятно 0. А здесь тоже вынесу знак минус за скобку. И также угадаю корни по теоремии это. Произведение 10, а сумма минус 7. Это значит минус 2 и минус 5. То есть X плюс 2 и X плюс 5. Множители, соответственно. Зачем? А затем, чтобы сразу быстро начать строить график. Итак, вот моя система крената. Ну, здесь получается часть параболы. Здесь тоже часть параболы. Желательно еще и вершинки найти. Но давайте эти вершинки найдем. Итак, X вершинная номер 1. Это просто средние архиментические корни. Корни здесь 3 и минус 2. Соответственно, сложили, получили 1. И половинка это 1 вторая. А значит Y при 1 второй посчитали. Вот сюда подставили. 1 вторая здесь будет минус 2,5. Здесь плюс 2,5. 2,5 умножить на 2,5 это 6 с четвертью. И со знаком минус минус 6, соответственно, с четвертью. Так? Вот здесь минус. Вот здесь плюс. И здесь еще минус. Значит, на самом деле плюс 6 с четвертью. Второе парабола. Здесь корни, соответственно, минус 2 и минус 5. В сумме минус 7 пополам, минус 3,5. Значит, минус 3,5. Y вершины, значит, минус 3,5 подставил. Минус 1,5 на плюс 1,5, это будет минус 2 с четвертью. И еще со знаком минус плюс 2 с четвертью. 2 с четвертью. Значит, я теперь могу спокойно все это показать в системе коронавра. Ось X, ось Y. Начало отчета. Ну, единичные отрезки. Здесь мне придется до шестерки подниматься. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь будет 6 с четвертью. Соответственно, здесь минус 3,5. И придется уходить налево. 4 и 5. Да, это мои корни. Вот, значит, минус 2 корни и минус 5. А положительный корень был тройка. Значит, тройечку тоже покажу. 1, 2 и 3. Вот этот корень. Ну, и теперь, собственно, что? Y при X равном минус 2 кераве 0. Вот эта точка. Здесь все легко и просто. И желательно при X равном нулю тоже посчитать. При X равном нулю мы считаем по какой по первой строчке. Значит, здесь проще поставить сюда-сюда. Получили просто 6. Значит, вот через эту точку мы тоже пройдем. Итак, вот мои корни минус 2 и 3. И парабола должна попасть в вершинку. А только координаты здесь 1, 2 абсцисса. Да, ну давайте я вот здесь покажу ее. Вот моя вершинка. Значит, пошла ветвь параболы. И вот сюда она пошла вниз. Дальше продолжается. Это первая строчка. Третья строчка. Вершина минус 3,5 и 2 с четвертью. Вот минус 3,5. Вот это минус 5. 2 с четвертью, значит, где-то вот здесь мы находимся. 2 с четвертью. И показываем вершинку. Здесь 3,5. Где-то вот здесь она будет. Значит, вторая парабола. Точнее, то, что от нее остается. Вот она пошла. Ветви вниз. Почему ветви вниз? Потому что вот здесь у нас с вами старший коэффициент отрицательный. У обеих парабол. Ну вот, собственно, картинка построена. Теперь я должен найти 3 общие точки. Ну, давайте попробую их найти. Значит, начинаем сверху. У тебя ничего нет. Потом появляется одна, потом две. А потом, когда проходим через вершину левой ветви, получаем как раз здесь ровно 3 точки. Первая точка, вторая точка, третья. Что это за значение? Это 2 с четвертью. Это как раз ордината вершины нашей. Дальше пошли. У нас с вами 4 точки. Здесь уже будет 3 точки. Вот ровно здесь. Когда мы прошли через точку, в которой склеились наши 2 параболы. Минус 5, минус 2 и 3, соответственно, абсцессы. А ниже будет ровно 2 точки. Все. Соответственно, мы увидели здесь значение m равно 0, здесь m24. Но осталось только подвести итог нашей работы. График, повторяю, построен. Значения найдены. Не хватает слова ответа. Ответ. m равно 0 и m равно 2,1 четвертой. Ну что же, мы добрались до сложной геометрии. Те, у кого цели не очень высокие, троечка, четверочка, в принципе, вы уже можете ее не смотреть. А вот те, кто хочет на пятерку сдать и потом будет сдавать профильное ге, то самое время сейчас на планиметрию поднажать. Потому что планиметрия это 7, 8, 9 класс. И все, в 10, 11 вы ничего нового по планиметрию не узнаете. Значит, изучать нужно именно сейчас. Справитесь самостоятельно, вы большие молодцы. Нужна помощь, обращайтесь. В этом году все занятия проводятся на новой учебной платформе Ломоноса Скул. И присоединиться вы можете в любой момент. Подробности по ссылке в описании. Итак, задача 23, должна быть не очень сложной. Читаем. Точка H является основанием высоты, проведенной из вершины прямого угла B, треугольника ABC, гипотенузе АС. Найдите АВ, если АН это 4, а АС это 16. Давайте сделаем чертеж. Итак, чертеж это половина успеха, потому что хороший чертеж должен показывать все, что есть. Итак, у нас гипотенуза АС, а значит B это вершина прямого угла, и АН нам известна. Фиксируем. АН это 4, АС это 16. Ну и давайте здесь поставим точку H, соответственно, и покажем, что угол при вершине B тоже прямой. Что требуется найти? Требуется найти АВ. Кто искать эту? Ну давайте посмотрим. Что я знаю? Я знаю, что АН это 4, а значит легко могу найти CH. Почему? Потому что CH это АС минус АН, то есть 16 минус 4, это 12. Вот я нашел. Замечательно. Теперь, чтобы найти АВ, посмотрим. Это у нас гипотенуза прямоугольного треугольника БАН, значит нужен катет BH, либо катет прямоугольного треугольника АВС, значит нужен катет ВС, то есть что-то нужно найти. И вот здесь есть замечательная идея, связанная с подобием треугольников. Показываю. Значит пусть угол А у меня обозначен одной дужкой, а угол С двумя дужками. Тогда угол В в треугольнике ВСХ будет обозначен одной дужкой, а угол В в треугольнике АВСХ соответственно двумя дужками. И тогда два треугольника, а именно треугольник ВСХ и треугольник АВСХ подобны по углам. Хотите по двум, хотите по трем, это будет одно и то же. А значит, их соответствующие стороны пропорциональны. Что мне здесь нужно? Я знаю CH и AH, то есть вот эти, соответственно, отрезки мне нужны. BH относится к AH точно так же, как CH относится к BH. Ну, отсюда получаем замечательную формулу для высоты прямоугольного треугольника. BH в квадрате это AH умножить на CH. AH и CH мне известны, а значит BH в квадрате это будет 4 умножить на 12, то есть 48. А значит BH это корень из 48, частично извлекается, получаем 4 корни из 3. Ну и дальше просто теоремя Пифагора. Теоремя Пифагора, где в треугольнике BH. Сумма квадратов катетов, то есть BH в квадрат плюс AH в квадрат, равно квадрату гипотенузы AB в квадрате. BH мы только что нашли, причем BH в квадрате это просто 48. Да, можно даже было BH собственно не ходить. А AH 4, значит в квадрате 16. Ну и получаем отсюда, что 64 это AB в квадрате. Нетрудно понять, что AB это просто 8. Задача на этом решена, осталось подвести итог нашей работы написать слово-ответ. Без слова-ответ нам никто максимальный балл не поставит. Задача 24. Через точку О пересечения диагонали параллограммы ABCD пройдена прямая пересекающая стороны BC и AD в точках K и M соответственно. Докажите, что отрезки BK и DM равны. Давайте сделаем чертеж. Опять же, чертеж желательно сделать хороший, то есть большой параллограммчик я рисую. Провожу его диагонали и соответственно начинаю обозначать. ABCD, точка О, точка причины диагонали. И через эту точку мы провели какую-то прямую, которая пересекает стороны BC и AD. Ну давайте какую-нибудь вот такую прямую проведем. И точка K и точка M появились. Мы хотим доказать, что отрезки BK и MD одинаковы. Ну давайте докажем. Чтобы доказать разница этих отрезков, лучше всего рассмотреть какие-нибудь треугольнички и доказать, что они равны и BK и MD будут соответственными сторонами в этих треугольниках. Ну давайте, соответственно, рассмотрим треугольник BKO и треугольник DMO. Что мы можем сказать? Ну, во-первых, сразу видно вертикальные углы. Давайте это зафиксируем. Угол KOB равен углу MOD как вертикальный. Во-вторых, пользуясь тем, что нам дали параллограмм, а значит его стороны попарно-параллельны, мы получаем равенство уголков превышенных D и B. Так, как внутренний и наклон лежащий. Итак, угол KBO равен углу MDO, внутренний наклон лежащий при параллельных прямых AD и BC и, соответственно, секущий BD. Ну чего не хватает? Не хватает стороны, да? Ну а сторона здесь легко находится. Отрезочки BO и DO соответственно равны. Почему? Потому что диагонали параллограмма в точке печенья делятся по валам. Свойства параллограмма. И тогда что мы получили? Что треугольнички наши равны. Почему? По стороне и двум прилижающим углам. Но раз треугольники равны, то отсюда мы получаем, что и соответствующие их стороны, то есть BK и MD тоже равны. Что и требовалось доказать. Кульминация варианта. Задача 25. Четырехугольник ABCD со сторонами AB равны 40 и CD равны 10 вписан в окружность. Диагонали AC и BD пересекаются в точке K, причем угол AKB равен 60 градусов. Найдите радиус окружности, описанный около этого четырехугольника. Ну и, конечно, надо начать с чертежа. Сначала рисуем окружность, а потом в ней четырехугольник. Давайте попробуем одним розчерком мела. Вот она, окружность есть. Теперь, соответственно, какой-то четырехугольник. Одна сторона большая, AB, другая маленькая. Ну, давайте возьму, скажем, AB. У меня будет вот такая большая сторона. Здесь где-то CD будет маленькая сторона. Так, AB, соответственно, соединил CD и вот здесь. Теперь диагонали пересекаются в точке K. Давайте покажем эти диагонали. Вот они, диагонали. И здесь, соответственно, точка K. И зафиксирую, что известно. AB это 40, CD это 10. И угол, угол АКБ это 60 градусов. Я хочу найти, точнее, меня просят найти радиус окружности, описанный около этого четырехугольника. Ну, сразу заметим следующее. Давайте я покажу, что есть. Вот это 40, вот это 10. И вот этот угол у меня 60 градусов. Значит, понятно, что если речь идет о окружности и о фигуре, вписанной в нее, то, скорее всего, здесь теорема Синс. Ну, и, возможно, где-то теорема Косинс. Но, все плохо в том смысле, что отрезки и угол разбросаны по разным, соответственно, треугольникам. Значит, пока ничего не работает. Две самых сильных теоремы, теорема Синс и теорема Косинс не работают. Ничего пока нет. Значит, должно что-то появиться. Чтобы что-то хорошее появилось, нужно что-то хорошее еще самостоятельно сделать. Что? Дополнительное построение. Как до него догадаться? Вопрос интересный. В комментариях попробуйте предложить свои варианты ответа. Ну, а я проведу здесь прямую параллельную одной из уже существующих. Для чего? Для того, чтобы увидеть трапецию, вписанную в окружность. Но, если трапеция вписана в окружность, она точно будет равнобедренной. А, значит, я получу еще и какой-то хороший отрезочек. Ну, давайте я проведу, скажем, через вершину В, параллельно диагонали АС к хорду. Вот я ее провожу. Получаю здесь какую-то точку. Давайте ее Е назовем. И пишу ВЕ параллельно АС. Ну, а дальше я просто беру и, соответственно, точку Е соединяю с точкой С. И тогда по построению АСЕВ это трапеция. Но поскольку она вписана в окружность, да, вписана в окружность, из этого следует, что АСЕВ равнобедренная трапеция. Ну, проще всего это доказать через углы, соответственно, да. Хорошо. Ну, а дальше-то что? Ну, а дальше, раз она равнобедренная, значит, поскольку ВЕ и АС, на самом деле, параллельны, значит, боковые стороны, это как раз АВ и СЕ. Значит, АВ равно СЕ равно 40. Теперь смотрите, что получается. У нас уже два отрезочка, а именно СД и СЕ, это стороны одного треугольника. Какого? Ну, очевидно, нужно еще провести хорду ЕД. И если бы еще в этом треугольнике появился угол, да еще и желательно, чтобы это был угол С, это была бы победа. Потому что тогда у нас две стороны угла между ними, значит, мы можем найти, потеряем косинусы, все остальное. Прекрасно. Что мы еще не использовали? Вот этот уголок 60 градусов. Значит, давайте посмотрим. В силу того, что АС параллельно ВЕ, отсюда получаем, что угол ААКБ равен углу какому? Значит, секущий КБ, значит, это угол ЕБК. ЕБК как внутренний накрест лежащий. Так, значит, вот здесь, вот здесь у меня тоже 60 градусов. А теперь давайте внимательно посмотрим. Уголок здесь, а мне нужен вот здесь, да? Значит, я должен рассмотреть четырехугольник. В, Е, С и Д. Вписанный четырехугольник. Четырехугольник. Это означает, что сумма его предположенных углов равна 180. Значит, в этом четырехугольнике угол В плюс угол С равняется угол Е плюс угол Д 180 градусов. Свойства четырехугольника, вписанного в окружности. Да? Смотрите, как много фактов я уже перечислил. Без них задачу решить крайне сложно. Если вообще возможно. Но давайте посмотрим. Я знаю угол В. Он 60 градусов. Да? Здесь угол 60 градусов. Значит, угол С. Значит, угол С. А конкретно в четырехугольнике ВЕЦД это будет угол ЕЦД. Да? Отсюда получаем, что угол ЕЦД равен 180 минус 60, то есть 120 градусов. И это ровно то, что нам нужно. Вот ровно тот угол, который мы хотели найти, мы его и нашли. Ну а теперь давайте посмотрим. Например, у меня четырехугольник АВЦД вписан в окружность. Ну, в эту же окружность вписан треугольник ЕЦД. А значит, я могу принять теорему синусов. Теорему синусов. Теорему синусов. В треугольнике ЕЦД. Гласит следующее. ЕД так относится к синусу угла С, как удвоенный радиус. Но у меня проблема. Я не знаю, чему равно ЕД. Но как раз это не проблема, потому что теорема косинусов мой помощник. Потому что по теореме косинусов ЕД в квадрате. Это есть ЕЦ в квадрате плюс СД в квадрате минус удвоенное произведение ЕЦЦД и косинус угла С. Вот они, все элементы собрались там, где нужно. То есть в одном треугольнике. Был отрезок, был отрезок, был угол. Мы все перекинули в один треугольник. И здесь легко применяем теорему косинусов. И получаем, что это есть 40 в квадрате плюс 10 в квадрате минус 2 умножить на 40 умножить на 10 и на косинус 120 градусов. Значит, это будет 1600 плюс 100. Здесь будет 2, а вот здесь будет 1 вторая со знаком минус. Значит, двойки сократятся и минус на минус даст плюс. Соответственно, плюс 400. В сумме мы получаем 2600. А значит, отсюда получаем, что ЕД это корень из числа 2600. Значит, частично извлекаем и получаем 10 корней из 21. А значит, возвращаясь к теореме синусов, ну давайте я, зная чему равно ЕД, вот сюда подставляю и отсюда мне что нужно? Мне нужно радиус выразить, да? Значит, радиус давайте я напишу. Это будет ЕД, то есть 10 корней из 21 поделить на синус угла С, то есть на синус 120 градусов, а это корень из 3 на 2. И еще вот на эту двойку. Получается, что двойки сократились. На корень из 3 тоже можно сократить и останется 10 корней из 7. Все, это как раз ровно то, что я хотел найти. Точнее, ровно то, что меня попросили найти. Значит, радиус окруженности 10 корней из 7. Задача полностью решена. Ну что ж, подводим итог нашей работы. Честно говоря, вот такой вариант я бы не хотел получить на реальном экзамене. Первые 5 задач были какие-то муторные. Там было столько деревень, что можно было запутаться. Дальше, начало геометрии. Первые 2 задачи не самые простые, так и вот такая, которая в концовочке тоже не подарок. Здесь, не зная вот этих идей с дополнительным построением, задачу очень тяжело решить на экзамене. А значит, значит, прошу вашу оценку в комментариях. Вариант простой для вас, сложный, средний. Сколько за чего решили самостоятельно и на какую оценку претендуете на экзамене. Ну а с вами был Андрей Павликов. Увидимся на канале.